Орландо не в воротах, а дальше Кордобо, Матераци, Мунтаре, Станкович, Болотели и Арнаутович. А у Ювентуса Маннингер. Его физические данные, умение играть вверху, там потом он очень хорошо чувствует левую ситуацию, да будут. Я вам рассказал, кто где играет, и все это ясно. Значит, Маркизио с Филиппем. Дуэт нападающих. У Интера в темпе. Вот этот самый Майкон, который по диагонали он навешивает своим коронным пасом. Интер-Ювентус. Вот так троих собрав, полотерскими штучками сумел выбрать. Ну, с черпаком левой пытался забросить за спину защитника. Он умеет это, кстати, очень хорошо делать. Тут немножечко ему и мешал соперник. Так, кто-то вылетит там из этой ситуации. Не по-моему, что он такой вот подвижный, довольно. Это О. Пропускает Майкону мяч. Майкон. Снейдер. Майкон. Игра на коротке. Назад. Где-то там камбьясо, рикошет, мяч у Буфона. Легкая беседа о правилах. Лучше бы на футбольном поле раз, а второе, все-таки и дать паутинуть стресс. Опасно право, быстренько под себя ударчиком Майкон. Самуэль здорово сыграл с Майконом. Пошире растянуть бы оборону. Мотто бьет. Но и остальные, за исключением Гросса, интеллигентов, штрафной тухой, арбитра на линии. Камбьясо. Дьявол из сложной позиции успел отдать пас и зря с намеком. Но пока что Интер-Ювентус, 26-я минута, на ворота. Майкон. Потеряли мяч. Снейдер. Майкон. На коротке неплохо. Майкон. Кто-нибудь тут еще нужен из игроков Интера. Вот по этой причине кто-то нужен был. Однако 0-0 нас. Майкон. Мелитто. Мотто. Ой, левый пас опять-таки как хорош. Мотто. Мотто выдвигается на роль очень интересного, разыгрывающего. Майкон навешивает. Внимание, не вот так, с легкими такими играющими выкрутасиками. Лусио. Живчик. Канаваро. Лусио вообще глубину атаки создал. Он ошибся. Между ног. И удар поворот. Что правый, что левый. Смачно бьет. Вот так Майкон чуть-чуть не поспел. Готов был вернуть туда в ноги Буфон. Защитник оказался у мяча раньше. Майкон бросает из-за боковой. Ставить так ставить. Уже защитник. Мотто играет на право. Камбьясо. Ну-ка левый. Как он умеет. Этот тоже умеет. С мячом на ты. Камбьясо. Пас сыграл. С капитаном и дальше. Мотто направо. Опять Майкон. Но я полсен должен перекрыть ему. Вояж штрафной площади. Гроссо слева играет. У сыграть. Мотто. Хороший пас Майкону. Сейчас будет навесик. Такой легенький опять у Майкона мяч. Нет. Решил бросать из-за боковой. А это уже хуже. Наверное. У него был вариант остановить мяч. С учетом его техники. Имелось другое продолжение. Неси-ка ударчик поворотом. Это был Лусио. Майкон. Даже что будет она менее зрелищная, чем то, что мы увидели в первой половине. Передачи, раздачи мяча были очень даже интересны. Но Станкович это другого плана игрок. И, наверное, все-таки. Камбьясо перевод на мяч направо. Майкону. Майкон. Станкович играет с Камбьясо. Камбьясо выдвинулся вперед. Станкович остался на его месте. Майкон получает мяч. Вот это О, это О, это О, это О, это О, это О. Майкон. Это О. Это О не отдавал мяч, а Майкон у него стащил просто. И поэтому вот такая сценка получилась. Открыт 0-0, 53-я минута. Значит, восьмое второго тайма. Маркизио хорошо принял. Майкон. Лусио. А там с левой стороны. Станкович. Камбьясо. Удален был Сисоков в первом тайме. И заменен был Дель Пьеро. Поулсен на поле. Так, Балотели. Да, вздремнул товарищ. Вздремнул товарищ Гроссо. Буфона и Ювентус. Но все-таки воздадим должен. Выдвинуться в Еквинте на грани офсайда. Работать у линии последних защитников. Или отдавал мяч. Ну, остался опять с мячом благодаря рикошету. Балотели Майкон. Разгадал к Елине. Перехватил мяч. Здесь нарушение правил. Опасная игра. Майкон. Полсен. Сразу пас вперед. Очень хорошо. Легко. Обыгран Станкович. Пас налево. Гроссо. В одно касание. Ну, это Гроссо. Гроссо. Майкон. Кампьясо. Ну, тут поперелез. По-моему, занятие. Остановился вовремя. Перевод Снейдером на право Майкону. Балотели ему оставил мяч. А тот по уходящей траектории зашвыривает мяч. Буфон кричит. Сам выходил. Но ему сложно было достать от мяча. Очень высокая траектория. Вот когда он играет. Все время залезает вовсайд. Ветеранских дел. И вот сейчас будет пятидесятилетие первой победы сборной и единственной отечественного. Опять Майкон. И некому бросать. Никто не хочет, что ли. Это был пас или отдача мяча Мелитто Майкону на убой. Ну, ладно. И эти самые из Ювентуса сыграли не лучшим образом. А ударчик неприятный. Ударил подъемчиком. Это не носком удар. Просто не попал. Но он неприятный был, потому что все-таки быстро сумел Майкону. Выше крыши. И быстрый пас вперед. А там дежурит Компьясу. Значит, Станковичу надо застрять все-таки. Несмотря на то, что лишнего игрока имеют футболисты Интера все-таки немножко выпал из игры. Но сейчас на левый фланг ушел. Отыграл назад. И вот это так. Мяч в игре хотели угловой футболисты Ювентуса. Надо Канавару быстрее, быстрее, быстрее отправляться туда в штрафную площадь. Ну-ка, Навару блестяще отыграл и в этом моменте. Сняв мяч, что называется, головой с головы Мелитто. Станкович отошел назад. Навес. Ой, как неудачно. С ноги снимает Мелитто соперник. Удар поворотом. Опа! Вот это да! И это майко. 1-0. Интер выигрывает. Какой классный удар, ребят, я вам скажу. И как здорово отработал прием мяча. Специально готовя себе его. Принял. опустил мягенько. Аж смачно так нанес удар. Случно было с благорешимовым микрофоном и у меня в наушниках. Ай да, майко. Великий ворот. Смотрите. Опа! Бедро! Опа! Бедро! Опять и в дальний угол. Смотрите. Раз! Это уже концовка. И в дальний угол верхний. Отчаянный нырок туда буфон. А он еще ждал куда пробьет. мягенько. А Маури даже пытался рукой остановить мяч. Блеск! Блеск! Я вам скажу! Блеск! Такое впечатление, за Маури не забил. Это неугомонный майкон. 75-я минута. Ну, реализовали численное преимущество футболиста Интера. Чтобы это не было и чтобы там не было. Это для друг друга. Но Интер должен был забить, положа руку на сердце, потому что столько моментов уже верных казалось. Вот последний милит бил с трех шага. Вы хотите во множественном числе, которые сделали абсолютно. Так нельзя. Это не по правилу. А это удар майкона и сам лично. Вот он! Вот он! Как на тренировке, я вам скажу честно. Дусио! Майкон! Вы замечали какие-нибудь недостатки вот у этого парня 13-го номера, который забыл? Итальянец уже. Майкон! Пас за спину это офсайд! Мелитто! Станка совершенно действительно неожиданно может оказаться дальше всех и ближе всех к выворотам соперника. У есть какое-то чутье и потом он умеет как нависленного соперника раздражителя и наоборот готовиться к схватке с Барселоной. Болотели неплохо навешивал так ну-ка 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 нет вот был вариант оставить мяч Станкович чтобы он пробил правый мяч 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 интера мяч мяч автор гола три минуты добавил арбитр браво конкурс И становится единоличным лидером, набрав 70 очков. Еще раз. Лацио Ромов. 20.30 в воскресенье в 17.00 в Санкт-Петербурге.